Библиотека искусств и театральная мастерская Николая Ружковского представляют Капитан Ваня, Кок, он же Кук, Кассандра, Конь, Смотрящий, Зин, Сестра Узнаете? Это персонажи песен и стихов легендарного Владимира Высоцкого Но сегодня все они герои выпуска про арт и спектакля «Нейтральная полоса» Страшно, жуль! Это мы придумали вместе, наверное, с Славинским и с Владимиром Семеновичем Мы хотели, чтобы это было как бы в теме, вот, и выбрали вот такие вот персонажи Я капитан Ваня. Ой, Вань, гляди, какие, ну, то есть по должности я капитан Это сложилась медсестра, я получилась радисткой, ребята тоже выбрали себе какие-то интересные персонажи Я женщин не бил до семнадцати лет, в семнадцать ударил впервые Мой позывной Конь, он такой жеребец Роль моя, назвали мы ее так с Игорем Николаевичем Славинским, Смотрящий Моя роль это сержант, это персонаж спектакля, который исполняет песни, ничего другого, именно Высоцкого Нет, персонажи, найденные нами, его произведения Уже традиционно отдел искусств библиотеки имени Лесси Украинки открыл свой театральный сезон Здесь не только ненарушаемая тишина читальных залов, но и бурные аплодисменты, крики «Браво!» Стали неизменными спутниками жизни книг Я давно мечтал о театре, как так получилось, что мы организовали для студентов курсы Николая Николаевича Ружковского Сейчас уже четвертый курс в театральной видеолектории И дело закрутилось, когда на одно из занятий пришел режиссер, актер, сам в прошлом воспитанник Николая Ружковского Игорь Славинский У него была сокровенная надежда, что здесь должен быть настоящий театр Мне кажется, что он лучшие работы поставил здесь у нас, это Вышню и Высоцкий Игорь Славинский поставил Остапа Вышню на украинском языке Он своим болевым нервом в снайперский попал в сегодняшний день Но мы летом потеряли Игоря Николаевича, хотя с ним составлялись планы на этот сезон Но так вышло, что теперь будем жить памятью о нем Мы долго думали, как назвать театр, и я предложил реальность, которая есть Это мастерская Ружковского, так она и осталась Вот я как раз в этом отношении противник этого названия Но тем не менее вынужден был подчиниться Потому что мной выстроена педагогическая мастерская Замечательных педагогов, которые друг друга чувствуют, понимают И очень в этом отношении с ребятами работали в большом контакте Театр при этой библиотеке имеет свою специфику Сюда попадают актеры с курсов только одного мастера, профессора Николая Николаевича Ружковского А главный импульс этого знаменитого актера и педагога – дело должно жить Здесь исключительно Ружковцы Поэтому нам очень дорогое рождение в каждой новой работе Очень важно нам, чтобы это было для них привычным Они здесь, как у себя дома, тем более, что они его построили сейчас Мы посоздаем театр, да, медленно, но верно У нас тоже уже есть и колосники, и свет, и все, мы постарались Вот это наша малая сцена Есть свой кайф в малой сцене, в таком тесном общении с публикой Но игра в кайф требует и большой отдачи Не только правдоподобие чувствования актеров, но и безупречное знание роли Как Альфа и Омега успешной работы Пойдем Давай, давай Все Потому что здесь зрители рядом Тут надо отдавать душу Тут надо быть живым по-настоящему Безусловно, есть шарм и есть какая-то особая энергия между зрителями и между актерами Тут нельзя соврать, тут нельзя наигрывать, переигрывать Это все видно Спектакль слагается из трех компонентов Автор, постановочная группа и зритель Вот если эти три составных работают вместе, тогда будет все в порядке Ну вот, стараемся Стараемся Так что я рада, что у нас появилась такая возможность Идут люди, которые хотят посмотреть Ну вот Игорь Николаевич Славинский не раз рассказывал, что он задавал такой вопрос пограничникам Покажите нейтральную полость Ее не существует В казарме на часах все дни подряд Безвестный, непредставленный к награде Справляет службу рада ее Цел, да? Нейтральная полоса, не концерт и не спектакль Это музыкальное представление о жизни во всех ее проявлениях, перенесенных в сегодняшнюю реальность Совершенно новое прочтение песен Владимира Высоцкого подчас в неожиданных обработках Его творчество близко каждому и в то же время всегда лично Каждая его песня это мир, который он подарил всем людям Это некая история, в которой вот мы использовали Высоцкого Этот спектакль скорее не о смерти Хотя там есть смерть, но он о жизни Об этом хотел Игорь делать Спасите наши души, человечи Накрыт он капитан на борта В спектакле много ярких постановочных находок и интерпретаций, которые скреплены не только нервом Высоцкого, но и реалиями сегодняшнего дня У него во всех песнях есть сегодняшняя жизнь Они всегда актуальные современные, то есть там всегда можно найти нечто Вот, например, песня о нечисти, она не звучит как сказочная Вот она не о нечисти, а она о сегодняшних дня, о нынешних людях и так далее В заколдованных болотах там кикимары живут Проницательный поэт проложил те смысловые мостики в современность, по которым умело прошли творцы спектакля На сцене все перекликается с нынешним временем Начинали мы делать спектакли как раз в тот момент, когда были наши проблемные годы и дни Мы играем персонажей спецназа, поэтому вот в такой одежде Считайте, что это военный бункер, военное какое-то укрытие Ну, там сидят бойцы и готовятся к выдвижению на точки боевые позиции Это такая, да, связь, такая линия, игры устраивала очень целенаправленно То есть это та война, в которую мы играем и живем сегодня Тема войны — это вечная тема И насколько это больно, насколько страшно и насколько мир в этот момент полон страха и несправедливости, жесткости Ненависть жаждет и хочет набиться черною кровью врагов Это такая концепция, форма, в принципе, и задачи Но у нас совершенно другая тема и то, что мы хотим сказать зрителю Мы говорим о любви, о том, что мы хотим, чтобы любовь спасала мир И как можно меньше было во всем мире войны На пути камень я сплошь, резвые ножки обобьешь, бедолага К Владимиру Семеновичу просыпается интерес в любом поколении Каждый находит что-то свое То, что мы делаем, мы всего лишь передатчик этих слов и мыслей через свое нутро Поэтому эти темы, которые берет автор, они банальны, но актуальны в любое время Когда шли репетиции, режиссер Игорь Соловинский не вставал повторять, что спектакль не столько в войне, сколько о моральном выборе каждого из нас, вспоминали актеры Общая тема, что мы созданы для любви, не воевать, а все-таки любить за мир Это очень хорошая фраза, я после того, как я ее услышал, я стараюсь ее руководствоваться Это меня так греет, и это прекрасная фраза и принцип жизни Турецкий Паша нож сломал пополам, когда я сказал ему «Паша, салам» Мы создавали определенную композицию по произведениям Владимира Семеновича И вот этот процесс репетиции, он сам по себе был очень живой, потому что это все рождалось здесь и сейчас Родился спектакль не только о страхах войны, о грусти, разлуке, любви и печали Высоцкий кладезь тонкого юмора и глубокого остроумия Но вы знаете, какой весельчак Игорь Николаевич? Славинский А вот в дуэте... Понимаете, его прелесть того, что он делает, это всегда в том, что есть баланс между очень драматичным и веселым Имена героев в этом спектакле особенные Их придумал и сам Высоцкий для своих песен, и ребята для своего спектакля У актера Евгения Ковырзанова роль человека, который ищет свой путь на пограничье жизни и смерти И его не спасти, но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути Роль мой обсмотрящий, когда он возвращается с того света и понимает, что жизнь она здесь И там зависит только от тебя, и там не будет рая, поэтому нужно жить тем, что у нас есть сейчас Александру Сугаку досталось одно из любимых народных имен Высоцкого – Ваня Но Александр многое себе дофантазировал в роли, как и подобает профессионалу Живу не ожидая чуда, но пухнут жила от стыда Я каждый раз хочу отсюда сбежать куда-нибудь туда Но здесь все-таки, как ни крути, это не тот Ваня, о котором он поет То есть мы совмещаем и военную тематику, и понимаем должность в спектакле Кто это за человек, и объединяем это все У меня на окне нихера Только пыль Только толстая пыль на комодах Пожалуй, самое оригинальное имя для воплощения досталось Константину Стоянчеву У него персонаж с лошадиным позывным конем Все не так, все не так, ребята В раз, ванда еще раз Ну да, в этом, как бы, моем позывном есть характер персонажа Тема этого персонажа очень важная, я считаю, в этом спектакле Эти имена, они придумывались уже после того, как был готов спектакль Там была такая связь и с теми песнями, которые были И с теми именами, которые звучали там, в песнях Спектакль соткан из музыки и стихов, но вот сольно поют актеры не все Хотя многие признались спеть очень хотелось душой Да, конечно, подпеваю иногда, так стараюсь Мне по должности просто не положено, я главный, понимаете, капитан Но тем не менее они поют, это просто условие было, они все поют Когда актер хороший, он споет в любом случае, даже если у него нет голоса Это в любом случае драматическое актерское пение Это в первую очередь история, которую ты в данной ситуации рассказываешь с помощью вокала Карамба, каррина, еще раз Игорь Николаевич был великим мастером в поэтике Он умел в поэзии, в литературе из отдельных отрывков, рассказов Все это компоновать и туда вводить драматическую линию Это сложно, но он это умел делать очень хорошо Есть какое-то такое шаблонное правило, что вот Высоцкого петь иначе нельзя Можно и нужно И Игорь этого добивался и стремился, чтобы он был совершенно неповторимый во всех своих песнях И мне кажется, что в этом спектакле это как раз и получилось В спектакле никто не стремился копировать манеру и тем более голос легендарного артиста Да и задачи создать калькус Высоцкого у творцов не было Мы наоборот пытались оставить сами слова, сами мысли Это все равно спектакль Мы играем персонажей, которые знают Высоцкого, которые живут с Высоцким Они общаются его словами В нашем современном обществе, ну его словами Я старался в частности сделать по-своему это Это когда только просил Игорь Николаевич Славинский нас Что подай немножечко Высоцкого, ну сыграй его там Порычи там немножечко Ну там какая-то одна фраза буквально Это как небольшая такая ссылочка и все, больше ничего Самое главное тут, что Володе Высоцкого было и что, насколько ребята этим овладели А здесь вот у нас есть такая по-настоящему дорогая нам группа одаренных людей Кто был никем, тот станет всем, задумайся о том Накал игры на маленькой камерной сцене библиотеки актера сравнили с пожаром, мощь которого внутри Чем сильнее он разгорается, тем больше его приходится сдерживать На этой маленькой сцене оно проявляется в другом Не в широте, а там в жестах, в крики и впрочем Оно вот тут вот проявляется Оно накапливается из-за того, что его нельзя выдать Все остается, он утром и... Подтягивается из тебя Да, особенно если это касается Высоцкого, у него голый нерф, он всегда делал максимум Я брат коньяком напился, вот уж как... Нейтральная полоса, безграничность, сон, тайна бытия, творческая выдумка Высоцкого Что же это за территория такая, мифическая и прекрасная, которой посвятили свой спектакль молодые артисты? Нейтральная полоса, это полоса, ну как для меня, милосердия Когда нет сторон, есть взаимопонимание, есть попытка компромисса, понятия друг друга Нет вражды, нет Я вам скажу то, что говорил Игорь В формулировке нейтральной полосы ее нет Ее использовал только Высоцкий То есть им она придумана, и она каким-то образом стала потом использоваться в дальнейшем Это нейтральная полоса, это, наверное, вот так грань, на которой находятся персонажи и актеры, которые работают сегодня Режиссер Игорь Славинский подготовил нейтральную полосу к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого в январе 2018-го Но осенью, к открытию театрального сезона, актеры мастерской играли этот спектакль в память о нем О своем педагоге, мастере и друге Это наше общее желание, потому что это был коллектив с руководством Славинского Но мы решили, что это правильно, что второй сезон – это честно посвятить Игорю Николаевичу Славинскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому